О самых интересных и запоминающихся событиях в ближайшие 10 минут. В студии Алина Николаева. Сегодня в выпуске. Новая жизнь и новая надежда на мир. Ростовские врачи помогли появиться на свет малышу из украинского Донецка. Состояние и мамы, и ребенка стабильное. Транспортировки они готовы полностью. Выборы близ границы. В единый день голосования на Дону избирком просит помощи силовиков и журналистов. В Матвеево-Курганском районе избирательные участки, 5 избирательных участков, наводятся на расстоянии до 5 километров от границы с Украиной. За ростовским образованием первым же рейсом. Турецких студентов посвятили в докторанты. Все-таки он работает эффективно. У него очень высокий процент трудоустройства тех, кто прошел здесь обучение. Первый осенний дождь навел свой порядок на ростовских дорогах. Чтобы сегодня добраться на работу в университет или школу, жителям пришлось понервничать, простаивая в пробках. По оценкам Яндекса, загруженность центральных магистралей Донской столицы с самого утра составляла 9 баллов. Скорость транспорта в гуще заторов не больше 25 километров в час. Со скоростью 3 километра машины движутся на традиционно самых оживленных улицах – Шолохово, Текучево, Ворошиловском и Нагибино. Тяжелые погодные условия спровоцировали десятки ДТП. Интернет пестрит подобными фото. Впрочем, спасатели рекомендуют без особой надобности и вовсе не выезжать на собственном авто. В ближайшие часы в Ростове ожидается ливень с грозой и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до завтрашнего утра. Новая жизнь с новыми надеждами о мире. Ростовские врачи помогли появиться на свет малышу из украинского Донецка. Мать, временно пребывающую на территории нашей страны, вместе с ребенком эвакуировали в Москву. Накануне по поручению министра в Ростов вылетел самолет МЧС России. На борту работали высококвалифицированные специалисты Всероссийского центра медицины «Катастроф. Защита». Психолог ведомства, а также сотрудница Ростовского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии. И ребенок, и мама – это жители Донецка. Мама была доставлена сюда, в город Ростов. Здесь были проведены роды физиологические. Состояние и мамы, и ребенка стабильное. К транспортировке они готовы полностью. Малышу требуется дополнительное лечение. Его уже доставили в научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Там новорожденному окажут необходимую медицинскую помощь. До единого дня голосования еще почти неделя, а предвыборные страсти в Ростовской области уже накалились. В разгаре досрочное голосование и подготовка к Дню Х, 14 сентября. Когда избирательным комиссиям придется позаботиться о безопасности на приграничных с Украиной участках. Еще одна особенность – именно в эти выборы начнет работать новая схема назначения городских управленцев. В итоге обязанности нынешних мэров разделят между главами и сити-менеджерами. Во всех тонкостях процесса разбиралась Юлия Момот. Воспользоваться правом голоса жители Дона смогут, несмотря на неспокойную обстановку на Украине. Сегодня областной избирком тесно сотрудничает с региональными силовиками. Выборы 14 сентября должны пройти гладко и без неожиданностей. Мало того, что голосование состоится в считанных километрах от границы, сами бюллетени придется везти по земле государства-соседа. В Матвеево-Курганском районе избирательные участки, 5 избирательных участков находятся на расстоянии до 5 километров от границы с Украиной. В Черковском районе в 10-километровой зоне 15 избирательных участков. В Миллеровском районе избирательная документация ночью будет доставляться по территории Украины, поскольку дороги с 5 избирательных участков до Миллерова по российской территории нет. В единый день голосования выборов мэра в Азове не будет, хотя и время уже подошло. Та же ситуация в 2015-м ждет Ростов, Волгодонск, Донецк, Гуково и Камен-Шахтинский. Новый порядок назначения городских управленцев уже утвердили донские депутаты. Выборы глав городских округов назначаться и проводиться не будут. А новый порядок будет применяться после истечения срока полномочий действующих глав муниципальных образований. Теперь обязанности мэра разделят между главами городов и сити-менеджерами. Первых, ответственных за вопросы политические, будут назначать избранные на выборах депутаты городской думы. Вторых, главных по хозяйственной части, назовет специальная комиссия. Новый порядок был принят еще летом, но для жителей области пока непривычен. По задумке обл. избиркома донести информацию до электората и осветить голосование объективно поможет конкурс среди журналистов. Он проходит уже в 18-й раз, его итоги подведут в конце года. Юлия Момот, Игорь Коровтенко, Южный регион, Инфо. За ростовским образованием, первым же рейсом, турецкие студенты прошли посвящение в докторанты в Институте управления бизнеса и права. Уже второй год подряд в европейской стране работает филиал ростовского вуза. Свою востребованность он уже доказал и планирует импортировать свое образование в другие государства. В том, что наука существует вне языков и географических границ, убедились и наши корреспонденты. На этой церемонии посвящение в докторанты без переводчиков не обойтись. Информация в студенческих билетах тоже на двух языках – русском и турецком. Институт управления бизнеса и права – единственный вуз на юге страны, который поставляет услуги образования за рубеж. Турция – наша самая близкая сеть. Турция, которая по менталитету нам близка. Турция – там, где наши деньги, в конце концов, отдыхающие. Мы должны вернуть эти деньги обратно. Очень приятно, что сегодня они набирают новых слушателей. И два года эти слушатели будут проходить, или наши преподаватели будут давать им определенные знания, которые признаются той страной и которые помогут в карьере людям, получившим наш диплом. Конечно, я горжусь этим. Филиал ростовского вуза открыли в турецком городе Бурса еще в прошлом году. Через несколько месяцев работы возникла потребность сформировать дополнительно четыре группы слушателей. В России многие студенты впервые. Как говорят сами, здесь они чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в других странах. Здесь и люди такие же гостеприимные, и к новой кухне привыкать не приходится. Многие национальные блюда уже давно записаны в русских меню. Однако стороны связывает не только это, но и требования к системе образования. Мы сейчас обосновали и требования турецкой образовательной системы, и требования российской системы. И мы нашли общие соприкасающиеся, которые нам позволили дать совместное образование. Я думаю, что уровень российского системы образования очень хороша и высока. Сегодня Ростовский институт известен как один из самых эффективных на юге России. Главный показатель – почти стопроцентное трудоустройство выпускников под специальности. Ректор уверяет, Турция – первая, но далеко не последняя страна, где ИУБИП будет продвигать образовательные услуги. Наталья Бешкарева, Григорий Колбаков, Игорь Каровтенко, Южный регион.Инфо. Две тонны краски на ветер. Ростовчане не побоялись испачкаться, чтобы ярко проводить лето. Индийский праздник – фестиваль красок или холи – прижился на Дону и прошел уже во второй раз. На стадионе СКА в самой гуще разноцветных событий оказалась Анастасия Дементьева. Краски всех цветов радуги на голову себе и соседу. Так, следуя всем канонам индийского праздника – фестиваль красок, ростовская молодежь прощается с летом. Разноцветно в восточной стране встречают весну. Фестиваль красок или холи в Индии длится в течение двух дней – в конце февраля, начале марта. В Ростове же укладываются за вечер. Праздник в городе проходит во второй раз. Все мы готовимся к осени, к работе, к школе. Много студентов изучаются в вузах. И нужно как-то как-то встретить уже этот момент ярко и просто выпустить пар и быть готовым ко всему. Поддержать красочный праздник пришли сотни жителей города. И в первые часы в воздух они отправили три тонны краски. Первый раз в этом году узнали, вот пришли посмотреть. Ну, все нравится вообще, пять баллов. Мне просто подумалось, что было бы здорово вернуться в детство. И вот это ощущение неряшливости. Было бы просто здорово ощутить на себе вот то юношеское чувство, эйфорию какую-то. Лето, пока! Анастасия Дементьева, Алина М, Алексей Бабичев, Южный регион.Инфо. Далее полезная информация и новости погоды. Следите за ростовскими событиями на нашем портале rostovlife.ru. И оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова